Валентина Грязодубова Летчица, первая женщина-герой Советского Союза Юлия Друнина, поэтесса, прославилась своими стихами о Великой Отечественной войне 10 мая 1907 года в Государственной Думе выступал премьер-министр Петр Столыпин Именно тогда он произнес свои знаменитые слова, говоря о радикальной оппозиции Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия 10 мая 1906 года торжественно открылась Первая Российская Государственная Дума 10 мая ушел из жизни советский писатель Юрий Олеша, автор сказки «Три толстяка» 10 мая умер писатель Михаил Салтыков-Щедрин Я Эзоп и воспитанник цензурного ведомства Так о своей писательской доле, как-то сказал Михаил Салтыков-Щедрин Он был одним из немногих людей, кому удавалось совмещать государственную службу и литературное творчество Правда, зато ему не раз и доставалось от коллег Мол, критикует чиновников, а сам с ними и работает бок о бок Одним из яростных критиков Салтыкова-Щедрина был публицист Дмитрий Писарев Который гранил чиновничью, а особенно литературную деятельность Салтыкова-Щедрина Которая, по его мнению, не отражала картину реальной жизни Впрочем, при всей своей извительности Писарев не мог не заметить таланта писателя Он обличает неправду и смешит читателя единственно потому, что умеет писать легко и игриво Везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь А вот так отзывался от своей чиновничьей жизни в Петербурге Салтыков-Щедрин На одном месте он долго не задерживался Его увольняли за гортесное высмеивание руководства в своих сказках После литературной повести «Запутанное дело» авторы были вовсе высланы с столицы С формулировкой «За вредный образ мысли» и «Пагубное стремление распространения идей, потрясших уже всю Западную Европу» В Петербург писатель вернулся только через несколько лет после смерти государя Николая I Впрочем, ссылка в провинцию не помешала щедрину досужиться до должности рязанского вице-губернатора Начальником он был строгим, безжалостно увольняющим за воровство Сам же не брал ни копейки, хотя за свои многочисленные рукописи получал гроши Однажды писатель устроил скандал в редакции, заявив, что труд литератора может привести лишь к смерти от голода И все-таки без творчества Салтыков-Щедрин своей жизни не представлял Литературный дебют его состоялся в журнале «Отечественные записки» В свет вышло несколько рецензий и две повести, опубликованные под двумя псевдонимами «Непанов» М и М.С Однако широкую известность писатель приобрел после цикла «Губернские очерки» У него появился новый псевдоним Николай Щедрин Рассказы его сыпались, как из рога изобилия И все почти очень жесткие сатирические вещи Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России Я отвечу – пьют и воруют Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения Все эти слова вышли из-под пера Салтыкова-Щедрина Завистников и недоброжелателей у писателей образовалось много Его называли филитонистом, забавником, карикатуристом Сейчас нет более ненавидимого писателя, чем я, говорил он И хотя, чтобы обойти цензуру, он тщательно маскировался своим особенным и насказительным, как он сам говорил, рабьим языком Но цензура не дремала и в конце концов закрыла журнал «Отечественные записки», главным редактором которого был сатирик А павлу любимого журнала, где печатался весь цвет русской литературы, Салтыков-Щедрин переживал очень тяжело Чтобы как-то отвлечься, он погрузился в написание романа «Пашихонская старина», который стал автобиографическим и последним в его жизни Впрочем, в отличие от современников, потомки по достоинству оценили и весь масштаб уникального дарования Щедрина Это огромный писатель гораздо более поучительный и ценный, чем о нем говорят Широта его творческого размаха удивительна, говорил Максим Горький «У него есть все, что нужно, чтобы завоевать признание народа» Вторил Лев Толстой Сам же Салтыков-Щедрин очень любил творчество Ивана Тургенева Настолько, что в завещании просил похоронить себя рядом с ним А своему сыну он завещал строки, которые подойдут любому писателю «Пачи всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова